Авторская программа Андрея Усенко. Пять слов. Порой, послушав в том числе и радио, складывается впечатление, что если с говорящими людьми у нас в России в целом все в порядке, то вот с людьми дело не все так ладно. Но я точно знаю, что и в стране в целом, и в нашей области есть много тех, кого по праву можно отнести к людям дело, к тем, кто, несмотря на все сложности, кризис и препятствия, ставит перед собой амбициозные цели и добивается результата. Именно таких людей я и стараюсь приглашать к себе на программу. И сегодня у меня в гостях Константин Гозман, группа предприятий Доронич. Здравствуйте, Константин. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Очень приятно вы представили. Очень приятно считать себя человеком дела. Ну, добро пожаловать в программу. Сейчас это самое дело мы и будем с вами обсуждать. Вот когда я спросил Константин, как вас представить, вы сказали просто группа предприятий Доронич. Ну, не будем останавливаться на должностях и статусах. Вот давайте сразу о бизнесе. Группа предприятий. Название на слуху, но думаю, что далеко не все представляют себе, что за этим названием в целом скрывается. Что сейчас входит в вашу группу, в ваш бизнес и на каких принципах он создавался? Сегодняшний день наша группа предприятий, которая начала свое развитие в 2003 году, на сегодняшний день это холдинг. В основе производства лежит замкнутый цикл от поля до прилавка. И если смотреть по основным направлениям деятельности, то вот если их просто перечислить, то это растеневодство, производство крупных кормов, зерна. На площади более 50 тысяч гектар мы занимаемся. Значит, одно из основных направлений деятельности это свиноводство. В свиноводстве у нас есть определенная доля, то есть 1% российского рынка. Это достаточно большой объем в производстве. Кроме этого, мы все то, что производим, мы перерабатываем. Это мясопереработка. Также занимаемся производством молока, крупнорогатый скот, более 4 тысяч коров. Вот в составе нашей группы молочная переработка, розничная сеть, ну и ряд еще бизнесов, которые помогают в нашей структуре. Кроме этого, хочу ответить, что это 3800 сотрудников. Я хотел спросить, самый крупный холдинг в этой сфере в Кировской области, по вашим оценкам? Это один из крупнейших. Я не буду другие измерять, но это один из крупнейших. Это было вынужденное решение или это было осознанное изначальное решение выстраивать вот такую вертикально интегрированную компанию? Скорее всего, что это такая данность. Мы начинали в 2003 году, как я уже сказал, начинали с развития сельского хозяйства, с свиноводства. И когда столкнулись вплотную, появилось понимание, что нужно заниматься и другими направлениями, другими отраслями. Это данность наша, скорее всего, российская. Если смотреть, как развиваются такие компании в мире, просто за рубежом не всегда. То есть там более узкая специализация в силу того, что очень развитая инфраструктура. То есть на рынках всегда присутствуют и кормовые заводы, кто-то профессионально занимается производством зерна, кто-то производством свинины, кто-то переработкой. В нашем случае, то есть если, ну вот мы рассуждаем, если так углубиться чуть в историю, то у нас так исторически складывалось. То есть если к 50-м годам смотреть, вот послевоенные годы, то к 50-м годам мы достигли довоенных объемов. И после этого началось развитие села такое, пусть оно несколько экстенсивное было, но, тем не менее, это было приоритетной отраслью в рамках развития страны. Труд крестьянина был почетен, уважаем, хотя не всегда эффективен. Они тратили значительные ресурсы, то есть были разные... Осваивались новые территории. Ну, то есть осваивались территории, то есть получалось так, что были вот эти разные фонды, фонды, которые там финансировали технику, социальные программы, программа 50, когда строились школы, больницы, дома на сельских территориях. Тогда вот это было таким приоритетным, приоритетной отраслью в развитии страны. — Это было, извините, перебью, давайте уточнимся, это было приоритетное отрасль для развития страны или это было, в первую очередь, вызвано пониманием необходимости продовольственной безопасности и отсутствия возможности получения интеграции в мировую экономику в этом смысле? — Ну, я считаю, что там было четкое понимание, что такая держава, как Россия, должна кормить себя сама. И, безусловно, скорее всего, что в той геополитической обстановке, ну, наверняка это было там с точки зрения производства, продовольственной безопасности, с одной стороны. С другой стороны, это жизнь и быт целого значительного количества населения нашей страны. Поэтому это вот такая данность, которой целенаправленно занимались. Говорю, что она не всегда была эффективна, все-таки эти фонды, там, ресурсы, не были таких критериев эффективности, но вот занимались вплотную. — Да, в послесоветское время произошел полный развол там. — Да, затем 90-е годы. К сожалению, идеология вот этих 90-х перестроечных лет, она была, ну, что называется, что продовольствие купим. Все можно купить, все можно привезти. И вот это неэффективно, то есть нет же необходимости поддерживать. И тогда, я считаю, что это целая трагедия для целого слоя населения. То есть за этот период мы просто утратили всякую надежду. Я имею в виду люди, живущие на селе. Это самое страшное было. Кроме того, что не обновлялись материально-технические фонды, то есть хозяйство, сельское хозяйство катилось под горку. — Никаких перспектив уже. — И не видели перспективы. Это, я считаю, что один из таких серьезных ущербов, который был нанесен в этот период. И уже в наше современное время, то есть можно сказать, я считаю, что где-то 2003 год, начали обращать другое внимание на сельское хозяйство. Это было в бытность министра сельского хозяйства, был Алексей Васильевич Гордеев. То есть многими усилиями, иногда даже свидетелем каких-то этих решений, с большим трудом менялось мировоззрение. То есть уже действительно и стали обращать внимание, начались первые программы тогда. — Плюс поддержки. — Поддержки, но поддержки не так, как поддержки именно на рыночной основе. То есть такие механизмы, которые стимулировали именно развитие. И я считаю, что сельское хозяйство — это бизнес, и в этот бизнес пришли, может, даже некоторые непрофильные в тот период компании. Профильные заработали, появились возможности у профильных компаний развиваться. Поэтому началось вот с того периода вот такой постепенный выход отрасли из такого глубокого кризиса. — Ну вот вы говорите, Константин, что это бизнес. Извините, что перебиваю, да, просто очень хочется задать вопрос вам, как профессионал. Вот мы начали это с того, что это исторически сложившаяся модель построения бизнеса в сельском хозяйстве в России. То, что мы видим сейчас на примере вашего предприятия. Но это правильная бизнес-модель, или же это все-таки вы считаете, что в ней подлежит что-то корректировке? — Ну вот, как бы я немножко долго действительно эту предысторию рассказал, потому что, когда вот мы начали заниматься, то есть нам пришлось заниматься всеми этими отраслями, потому что не было уже готовых. То есть если мы занимаемся там свининой, мы не знали, откуда взять комбикорм. Чтобы взять комбикорм, и стабильно, самое важное, чтобы стабильно там было предложение по зерну, тоже не знаем, с кем стабильно могли бы работать. Поэтому мы, страхуя свои риски, снижая свои риски, начали работать по этим направлениям. Направление, чтобы все правильно выстроить, это значительные материальные затраты, и технологические понимания всей ситуации. Поэтому это большая работа. И многие компании шли по этому же пути. И на сегодняшний день у нас достаточно много крупно вертикально интегрированных холдингов, которые в своей деятельности занимаются от поля до прилавка. Это такая данность наша. То есть за рубежом не всегда такие формы. — Ну вот если говорить о правильности модели, как вы себе представляете тогда, не модель, которая возникла вследствие вот этой данности, а как было бы правильно тогда построить бизнес-схему в сельском хозяйстве? Это должно быть специализированное предприятие, которое каждое занимается своим. — Просто мы сейчас ведь создаем, вот, например, построенный комбикормовый завод. Это инструмент. То есть мы могли такой завод себе построить, и для нас он был необходим. Мы ежемесячно потребляем более 100 вагонов с комбикормом. Ежемесячно 100 вагонов приходят, мы их разгружаем, развозим и скормим. — Теперь вы будете производить их. — Сейчас мы начинаем, мы построили большой завод. Я считаю, что это инструмент для развития сельских территорий, сельского хозяйства в целом. — Не только вашего бизнеса. — Не только нашего бизнеса. Теперь такой институт, как именно, как я говорю, такой инструмент, как комбикормовый завод в области есть. И уже другие хозяйства могут им пользоваться. — И не отвлекать свои ресурсы на подобное производство, а пользоваться уже готово. — Поэтому это возможность. То есть крупные холдинги, они создают и возможности и для других хозяйств, для других форм хозяйствования. — Но при этом вот та самая вертикальная схема, она позволяет контролировать все этапы. Если говорить об эффективности бизнеса, например, на чем бы вы, вот представим, что есть все звенья этой цепи, профессионально действуют, функционируют. Если говорить с точки зрения эффективности бизнеса, на чем вы сконцентрировались бы тогда в такой ситуации? То есть что бы вы выделили, что вам, например, может быть просто интересно и более привлекательно, и что отдали бы в этой цепочке? — Дело в том, что сейчас мы это уже, такую данность имеем, как я уже сказал, и мы как раз стараемся заниматься именно эффективностью на каждом этапе. У нас нет никаких трансфертных цен. Основной принцип — это рыночный принцип. Если сегодня на рынке стоит зерно 5-6 рублей, значит мы его передаем себе в производство 5-6 рублей. — То есть все подразделения работают в условиях хозяйства, в хозорасчетной схеме. — Да, и это очень важный принцип, он позволяет себя правильно анализировать в каждый момент времени, каждую отрасль. И каждая отрасль, она должна быть эффективной. То есть там очень много нюансов в каждом любом этом деле, и безусловно вот мы сейчас стараемся повышать свою эффективность на каждом этапе. — А собственная продукция не имеет никаких преференций в своей торговой сети? — В своей торговой сети, ну то есть мы, причем у нас две, например, торговых марки, там Кировский мясокаминат Дорончи, внутренняя конкуренция существует. Но мы стараемся эту конкуренцию внутреннюю снизить, чтобы, конечно, был выход, чтобы был больше результат. — Повышение эффективности. — Ну вот, смотрите, Константин, сложная, трудная, многообсуждаемая, давайте даже скажем уже, там, избитая тема ВТО. В чем, на мой взгляд, основная проблема, которая рассматривается в рамках вступления ВТО? Это наша конкурентоспособность наших предприятий в этих новых условиях, да? Но я, когда занимался, там, анализом этого вопроса, мне пришла в голову такая мысль, ведь конкурентоспособность складывается не только из тех пошлин, там, и квот, которые существовали, да, до вступления ВТО. Конкурентоспособность в значительной степени зависит от наших внутренних условий, от тех же цен на энергоресурсы, там, да, от той же цены, от той же стоимости рабочей силы, там, ее квалификации и производительности труда, да? Мы сейчас очень много, ну, достаточно много слышим таких панических настроений, связанных с вступлением ВТО и с тем, что это ошибочное решение, что сейчас наш рынок заполонят, там, импортные продукты и все остальное. Я соглашусь с тем, что это действительно снижает, там, конкурентоспособность наших предприятий, да, хотя, наверное, в первую очередь не за счет пошлин снижения, а за счет отмены квотирования, да, ну, если говорить, там, по мясу, на мой взгляд, да, обсудим. Но не считаете ли вы, что более правильно было бы сконцентрироваться на тех внутренних ограничениях конкурентоспособности, которые у нас есть, и решать их, потому что они в значительно большей степени, на мой взгляд, влияют на себестоимость, чем ситуация с вступлением ВТО? — Вот здесь тоже такой широкий вопрос, и ВТО действительно это большой риск для нашей отрасли, для сельскохозяйственной отрасли. Ну, те условия, на которых на сегодняшний день первоначальные были документы подписаны, скорее всего, что они претерпят некоторые изменения. Над этим сейчас работают и отраслевые союзы, и все, кто вовлечен в этот процесс. — В чем суть? То есть, как я уже сказал, то есть мы, когда начинали, мы, можно сказать, что поднимались с колен. То есть нам нужно было создавать все вновь, и мы только-только прошли инвестиционную фазу. То есть на примере нашей компании, на примере компаний таких, как наши, там, большие холдинги, то, что создавалось, вот я говорю, это целое же предприятие, вся инфраструктура, техника — это огромные ресурсы. Если смотреть по всей стране, то в отрасли свиноводства было истрачено порядка 250 миллиардов рублей, и мы действительно… — Вложено в производство. — Вложено именно в производство. Это новые мощности, вновь созданные. И мы совершили действительно большой прорыв, совершен в стране у нас с точки зрения продовольственной безопасности. — По импорту замещению, насколько я понимаю, очень серьезный там рывок произошел. — Это очень большой рывок, и в птице, и в свинине это значительный рывок, причем за короткий промежуток времени. Сейчас идет период окупаемости. То есть, когда пройдет этот период окупаемости, когда погасятся кредиты… — То есть, на прибыль еще не вышли. — Ну, прибыль, сейчас прибыльное, хозяйство прибыльное, но это прибыль… — За счет этого окупается начальная инвестиция. — За счет этого создаются новые мощности, и гасятся инвестиции, которые были вложены. И в этот период, когда вот, например, если говорить в частности про свинину, снижение пошлины, то есть там с 40% до 5%, квота, то есть увеличение этой квоты, то есть отмена этой квоты, то есть это не то, что угроза. То есть все европейские страны, близлежащие Польша, Дания, Германия, основные, Прибалтика, получают доступ к рынку, к нашему. То есть действительно цена на свинину может снизиться. Это снизится рентабельность предприятий, увеличится срок окупаемости. То есть отрасль под угрозой. Большие инвестиции, которые были сделаны до того. А под угрозой не только отрасль, под угрозой и государственные банки. То есть это влияет на возвратность кредитов и так далее. Это цепочка. Поэтому очень важно на это обратить внимание. Я знаю, что на это уже обращено внимание. — То есть по свинине вот такое падение пошлин с 40% до 5%. — Это серьезнейшее падение, это поток. — Оно не единовременное, оно же, по-моему, растянуто. — Нет, это падение единовременное, причем такое падение уже там было в нашей истории, в современной истории. То есть это резкий скачок импорта. — Это на треть практически снижается стоимость импортного мяса. То есть сюда ввозят, ввозят, причем это еще возникает в ветеринарные опасности. Возникает сейчас сложная эпизодическая ситуация в животноводстве. Поэтому эти риски возрастают. Но что хочу отметить, что если бы еще период какой-то времени прошел, то в принципе ВТО для отрасли такой угрозы уже не представляло бы. Это наоборот может быть даже какая-то возможность. То есть доступ к другим рынкам. — Я как раз хотел спросить, но какие-то плюсы вы видите для себя в этом все-таки? — Очень трудно, причем с кем бы я ни разговаривал, очень трудно какие-то такие явственные плюсы увидеть для нас. — Ну, например, по оборудованию, по каким-то ингредиентам, еще почему-то. — Ну, нет такого. То есть у нас и на сегодняшний день мы в этом рынке работаем, нет никаких сложностей. Поэтому, когда этот период окупаемости проходит, то есть мы конкурентно способны. То есть у нас современное производство, очень эффективное. У нас на сегодняшний день, если производственные показатели смотреть, они среднеевропейские, где-то выше. Поэтому никаких... — Хорошо, Константин, еще раз возвращаясь все-таки к бизнес-модели на селе. Вот в очередной раз мы видим некую волну попытки государства привлечь людей в фермерство. У нас там вплоть до билбордов, которые висят по городу «Стань фермером», по-моему, что-то такое. Как вы считаете, имеет ли вообще перспективы вот такой частная сельскохозяйственная деятельность в небольших объемах? Будете вы, например, как холдинг с ними каким-то образом сотрудничать? И какие условия для этого должны выполняться? То есть вообще жизнеспособно это вот в России? — Ну, оно может быть жизнеспособно, я считаю, что может быть. Но только в данный момент времени, скорее всего, что это образ все-таки жизни. То есть и закрепление, и сохранение людей на сельских территориях. — То есть это не бизнес, а самозанятость некая. — В большей степени. Потому что можно заниматься фермерством, можно быть эффективным. Но в любом случае люди начинают прирастать и увеличить объем производства. Это и с фермерского хозяйства вырастает в какой-то уже такой хозяйственный субъект. — Вообще мировой опыт в этом смысле что говорит? Наверняка изучали различные системы в разных странах. К чему в большей степени тяготеют? — Даже там, где есть развитое фермерское хозяйство, то есть они в конечном счете объединяются в какие-то объединения и создают новые мощности, например, перерабатывающие, объединенные. И там у многих молочных предприятий, сырных заводов за плечами стоят несколько множества, причем большое, фермерских хозяйств. С одной стороны, это и сырьевая обеспеченность. — Это уже такая кооперация получается. — Это такая кооперация. — То есть все равно люди приходят к объединению. Хорошо, вот затрагивали мы с вами тему государственной поддержки. Форум ее был и, насколько я понимаю, продолжается, хотя, может быть, не так громко уже звучит, нам национальный проект. Знаю, что вы пользовались этой формой поддержки, активно в ней участвовали. Знаю, что после этого возникали проблемы, которые приходилось, по крайней мере, в связи с кризисом, решать вопросы финансовых инструментов, которые были использованы. Вообще, в целом, как оцениваете действия государства в этой сфере? — Сейчас у нас опять новый министр. Знаю, что к предыдущей были определенные вопросы в этом смысле. Не будем вдаваться в персонали, сейчас оценку работаю. Но вообще, вы сказали, что с 2003 года политика государства в этой сфере изменилась. Насколько она требует еще изменения? И в каком направлении, по вашим оценкам? — Очень важно, чтобы любая поддержка была системной. Не только какие-то открытые инструменты. Очень важно, чтобы понимали, что происходит с рынком, как он будет развиваться, как развивается. И, в принципе, такое понимание на сегодняшний день есть. Очень важно, чтобы в унисон были настроены и региональные программы, областные. Очень важно, чтобы была достаточность ресурсов, чтобы были пропорциональность соблюсти в поддержке. Но хочу сказать, что поддержка очень важна, потому что отрасль, можно сказать, что воссоздается вновь. Очень важна адресная поддержка тех направлений, которые считаются приоритетными. Причем приоритетные могут быть стратегические, то есть мы определили на уровне государства. А в каждом отдельном регионе, то есть они могут быть несколько видоизменены. Например, Кировская область с очень хорошими традициями в области молочного животноводства. И нам действительно, мы много что сделали. На сегодняшний день у нас Кировская область первая в стране по объему прироста молока. То есть наша динамика за последние два года, причем на протяжении двух лет, самая высокая в стране. Я знаю, что даже из Татарстана приезжали учиться. Да, из Татарстана приезжают смотреть, причем уровень бюджетной поддержки, он совершенно разный. Например, с Татарстаном. И они приезжают, удивляясь, что на вложенный бюджетный рубль в отрасль отдача у нас кратно выше. Это, я считаю, что грамотная политика и региональных властей, и работа самого департамента именно в адресной, такой системной работе. То есть стимулируются те точки, которые действительно получают впоследствии отдачу. Ну вот смотрите, Константин, я сейчас включу режим такого простого обывателя, жителя города, и задам вам вот какой вопрос. Мы каждый год слышим, что в утверждаемом бюджете региона серьезные суммы присутствуют на поддержку села. То есть в нашем и без того там небогатом и дефицитном бюджете значительные средства выделяются на то, чтобы оказать поддержку сельскому хозяйству. При этом мы с вами разговариваем, вы говорите о том, что это в принципе бизнес, и бизнес прибыльный. Вот сопоставьте мне вот эти вещи. То есть мы берем бюджетные деньги, отдаем их в село, но при этом село это бизнес. Как это сочетается? Ну вот еще раз тогда, да. То есть вот говорю, что мы создаем, можно сказать, что с ноля. Отрасль с ноля. Основную долю во всех бюджетах, сейчас и в федеральном бюджете, и в региональном бюджете, основную долю идет это субсидия процентной ставки. Это не деньги, которые получают хозяйство. Они получают, но тут же их платят банку. Причем даже сначала банку, а потом получают эту субсидию на покрытие только процентной ставки. То есть государственный банк выдает предприятию кредит. Государственный или коммерческий, любые, кто способен. Да, понятно. То есть и эту субсидию мы получаем именно на покрытие части процентной ставки. То есть это не то, что деньги приходят вам, вы расходуете их как хотите. А мы привлекаем кредит, закладываем все имущество, которое у нас есть, несем все риски по реализации, по строительству, по вводу в эксплуатацию. И впоследствии мы должны этот кредит вернуть. Что мы сейчас делаем? То есть все предприятия, которые участники всех этих проектов, возвращают эти кредитные ресурсы. А государство продолжает платить эту субсидию именно на покрытие процентной ставки. Которая в конечном счете приходит в этот же Госбанк, Сбербанк, Внешторгбанк. Становится прибылью этого банка. И становится прибылью этого банка. Поэтому это основная доля. Другие адресные меры поддержки. У нас нет прямых субсидий, которые что-то бы дополняли, какой-либо рубль. Все другие формы, они уже адресные, стимулирующие либо племенное животноводство, либо развитие семенной базы, либо плодородие почв. То, что необходимо делать, чтобы была возможность быть конкурентоспособным. И при правильном выполнении, скорее всего, что впоследствии уровень этой бюджетной поддержки, он может быть трансформирован. То есть я считаю, что у нас очень много еще, что нужно сделать в части социального развития села. Кадров и так далее. Вот об этом поговорим чуть позже. Это программа «Пять слов». У микрофона Андрея Усенко. У меня в студии сегодня Константин Гозман, группа предприятий «Дарвинич». Мы вернемся к разговору после короткой рекламы. Авторская программа «Андрея Усенко. Пять слов». Мы возвращаемся в студию. В эфире программы «Пять слов». Ввиду я, Андрей Усенко. Мой сегодняшний гость Константин Гозман, группа предприятий «Дарвинич». Вот, Константин, до перерыва мы поговорили о внешних факторах, о ВТО, о господдержке. Давайте сейчас, ну, что называется, внутрь отрасли тогда попытаемся заглянуть и увидеть те проблемы, которые там связаны. В последнее время достаточно много у нас, особенно в регионе, говорится, и мы поднимали в том числе эту тему трудовых ресурсов. Это связано и с промышленностью, это связано и со строительством, и с коммунальным хозяйством, с катастрофическим, там, нехваткой рабочих, трудящихся рабочих специальностей, с их гораздо быстрым, большим выбыванием, нежели чем население. Какова ситуация в сельском хозяйстве? Вы, 3800 человек у вас, сотрудников холдинга, вы сказали. Есть эта проблема? Как ей занимаетесь, как решаете? Ну, это серьезный, серьезнейший вопрос, вопрос и текущей работы, вопрос и будущего развития. И, конечно, мы с кадрами, ну, так, если называем это проблемой, то с кадровой проблемой мы постоянно сталкиваемся. То есть, на сегодняшний день мы наши кадры собираем, ну, со всей страны. А можно больше сказать... Со всей страны даже. Со всей страны, то есть, можно больше сказать, что сегодня у нас уже международная команда, что у нас в компании работает там голландский менеджер, голландский, немецкий, бельгийский. Голландский на постоянной основе руководит фермой в агрокомбинате Красногорский на текущий момент. Потому что мы действительно не... Тюльпаны выращиваетесь? Не тюльпаны, а доит молоко, то есть, большая ферма. Ну, так, к слову сказать... Тюльпаны как хобби, хорошо. К слову сказать, что это тоже опыт, там, использование иностранного менеджера, и он, можно сказать, там, не всегда успешный, может быть. Неоднозначный. Просто есть понимание на сегодняшний день, что такое менеджер из-за рубежа. Но я говорил, что и там за границей ищем, и в стране. То есть, многие ребята там у нас из Рязани, из Удмуртии, из Москвы. Много ребят сейчас... На постоянной основе здесь работают? На постоянной основе, причем, там, например, ветрача мы нашли в Рязани. Главный ветрач в агрофирме Дорончи. Переехал сюда с семьей. Здесь у него уже родился ребенок. Там ребенку три месяца на сегодняшний день. Другой молодой человек приехал из Новосибирска, из Удмуртии. Но при этом у нас масса безработных с вами. Я однажды в газете очень хороший увидел заголовок, мне понравился. Безработица или безделица? Совершенно справедливо. То есть, вот, что касается безработицы. Мы начали строительство завода в Стрижах полтора года назад. Провели ярмарку вакансий. Пришло 450 заявок. Из них в первом наборе, то есть, там, людей, которые были заняты на монтаже, мы набрали 25 человек. Это строительные специальности. Это строительные специальности. Причем мы так все проекты свои реализовываем, что мы берем людей на работу, берем там на монтаж, на слесарные работы. И впоследствии эти люди остаются здесь же, этими же работниками. Так получается очень хорошо. И, в принципе, мы видим, на что человек способен. На что человек способен. Вкладываем в этих людей. Значит, что получилось конкретно, например, в нашем случае. 450 заявок. 25 человек мы набрали на монтаж. Через два месяца остался один. Причем заработная плата была на уровне 25-26 тысяч. Это среднее. Люди, кто ушел на пособие, кто ушел просто на более легкую работу, но с меньшей зарплатой. Поэтому очень многое зависит от желания и от каких-то жизненных ценностей. К сожалению, я считаю, что одним из сегодняшних наших недостатков, таким большим глобальным, является именно отсутствие этих ценностей среди людей. То есть у нас нет вектора. Ведь это должна быть государственная политика, согласитесь. Это в большей степени государственная политика. Мы на своих местах какие-то ценности в рамках корпоративной культуры стараемся привить честность, достоинство, то есть трудолюбие, какие-то семейные, моральные ценности. Но, конечно, это нужно в рамках целой страны, начиная с телеканалов, радио и так далее, книг, газет. Но это такой, скорее всего, глобальный вопрос. Скорее всего, когда-то до него, я думаю, что коснутся. Причем сейчас информационное пространство, оно настолько доступное. И человек без вектора, без жизненных принципов, без целей, он получается, что очень подвластен любым влиянием. Любым влиянием. Ну вот, смотрите, мы как раз с вами коснулись роли государства и политики государственной. У вас недавно была возможность напрямую пообщаться с топ-менеджером федерального правительства, условно охарактеризуемого господина Дворковича. Визит на ваше предприятие, приезд на достаточно высокопоставленного человека, имеющего возможность влиять как раз на государственную политику и в вашей отрасли, и в целом. О чем разговаривали? Удалось ли донести какие-то свои чаяния? Какие, например, обещания были даны? Что этот визит принес вам? Я вообще вот такую реплику сейчас себе позволю. Мне со стороны, опять же, такого режима обывателя представляется, что вот приезжает большой гость и возит его по лучшим нашим предприятиям и достижениям. А почему-то не везут на проблемные, сложные какие-то ситуации, не привлекают его к решению этих вопросов. Вот на самом деле, в чем смысл визитов таких... Даже не в чем смысл визитов таких гостей, а что конкретно дал, например, приезд Дворковича вам, в вашей группе предприятий, и на что рассчитываете в связи с этим? Ну, у нас действительно была возможность познакомить высокого государственного чиновника с той работой, которую мы проделали. Мы готовились, то есть мы показывали комбикормовый завод, как раз его запускали, и причем реально, то есть был пуск. Та нажатая кнопка привела в действие механизма. Нажатая кнопка привела в действие механизм, и выпущен, ну, там, можно сказать, что практически первый килограмм. До этого мы, конечно, готовились и сделали еще несколько, но это реально получилось, совпали эти мероприятия. Поэтому мы показали действительно тот объем работы, какой мы сделали. Потом было у нас совещание, мы сделали презентацию по всей группе, по тем проектам, которые реализуются в реальном времени, и какие мы хотели реализовать в будущем. За период визита мы действительно обсуждали проблемы более широкие, проблемы ВТО обсуждали, проблемы в молочной отрасли, какие риски могут быть. И хочу отметить, что Аркадий Владимирович, он очень быстро, кроме всего прочего, очень быстро ориентируется в теме, знает, причем достаточно много по направлению, и смотрит в корень. То есть он такой, в этом очень даже понравилось его отношение к решению вопросов. Значит, ну мы обсуждали и наш проект строительства сырного завода на территории Кировской области, в Ореческом районе, там же в Стрижах. И обсуждали те вопросы, которые могут возникнуть у нас на пути. Ну вот... Если сказать подробнее, просто я так... Да, конечно, потому что, смотрите, ну вот он приехал, запустил комбикормовый завод. Это, условно говоря, отчет о проделанном. А кроме отчета о проделанном, хотелось бы услышать, скажем так, о заделе на будущее. То есть что ждет впереди, сможет чем-то он... Ну даже не помочь, я не хочу такой термин использовать, помочь. Но вот государство-то увидело, чем оно может содействовать и способствовать развитию такого бизнеса, как ваш. Ну, можно так сказать, что оно находит в этом лишнее подтверждение. Вообще, на сегодняшний день очень грамотно выстроенная работа, раньше такого у нас не было, то есть это работа через отраслевые союзы. То есть у нас есть отраслевые союзы по молоку, есть отраслевые союзы по свиноводству, и они готовят достаточно объективную информацию и в реальном времени информируют правительство, участвуют в заседаниях. И поэтому, когда такой чиновник приезжает на территорию, он находит в этом подтверждение и убеждается. То, что они обсуждали? То, что уже обсуждалось. В нашем случае, то есть мы пробежались, я говорил, что по вопросам ВТО, по молочным вопросам, а конкретной потребностью нашего региона он дал соответствующее поручение. То, что нам для дальнейшего регионального развития нужно, то есть он дал поручение Министерству сельского хозяйства. И в реальном времени мы отрабатываем эти вопросы. Это вопрос, связанный с возможностью субсидирования привлеченных средств на строительство вот такого рода предприятий, как молочное, сырное. Именно сырное. Вообще, чуть у нас остается не так много времени, Константин, но вот вопрос по сырному заводу даже не вопрос. Проект известен в регионе. Мы все знаем, что он заявлен, мы знаем, что что-то происходит. Проект вообще, насколько я знаю, может быть, громко сказано, он уникален для России, но, по крайней мере, таких производств сейчас в России не строится и не строилось. Он рассчитан на переработку достаточно большого количества молока, и я, насколько понимаю, это решит вопрос избыточности производства в Кировской области. Это для вас именно бизнес-инициатива? Или же такое четкое понимание инвестиционного проекта? Или же это то, о чем мы начинали в самом начале говорить? Да, вот это вынужденное выстраивание цепочки, когда избыточность производства, например, своего молока приводит к тому, что его надо перерабатывать, и отсюда возникает этот интерес? Ну, это уже такой интересный инвестиционный проект, но он, конечно, вписывается и в нашу общую стратегию. И он в такой генеральной стратегии именно развития и животноводства молочного, именно развития той отрасли в переработке, которой на сегодняшний день недостаточно, именно сыр. То есть сыр — это на 50% практически импортно-зависимый продукт. Поэтому этот проект очень сложный. Мы действительно на протяжении уже двух лет над этим проектом работаем. И я думаю, что уже в следующем году мы начнем его реализацию уже непосредственно, непосредственно уже на строительном объекте, а впоследствии уже и с запуском и развитием дистрибьюции. Когда будем есть свой сыр, Константин? Очень не хочу, как бы никогда, очень четко отношусь к словам, но я думаю, что там в течение двух лет мы уже можем... Это, кстати, какие сыры будут? Это будет твердый сыр, очень с оригинальной технологией. Над этой технологией... Вы закладываете это уже сейчас на этапе... Да, причем над этой технологией как раз и основное время нам потребовалось. На сегодняшний день, я говорю, что этот сыр сейчас варится, правда, за границей, но это совершенно новая технология. Она состоит там из нескольких традиционных, но она новая и для рынка в целом. Ну что ж, это как раз, на мой взгляд, то, о чем я, собственно говоря, там... С чего начинал нашу программу. Мы сегодня об этом поговорили, но на самом деле это то самое дело, которое вы делаете. Константин, я благодарю вас за сегодняшний разговор. В студии программы «Пять слов» был Константин Госман, группа предприятий «Доронич». Спасибо. А я бы хотел сказать нашим слушателям о том, что надо, конечно, и говорить, и делать. Нельзя... Не зря устойчивое словосочетание «слово и дело» есть в русском языке, поэтому давайте делать, а потом об этом говорить. Спасибо. Очень справедливо. Спасибо. Авторская программа Андрея Усенко. Пять слов. Авторская программа Андрея Усенко.